Все же помнят те времена, когда трава была зеленой и солнце светило ярче. Это были очень хорошие времена, в том числе и для Голливуда. Так вот, перед тем, как трава стала зеленой, была просто земля. Тогда еще не было Бельгии. Австралия не была поддельной и у режиссеров панические атаки случались не из-за Сильвестра Сталлона. Но земля была молодой и хороших фильмов тоже было много. А еще был Джон Траволт и он уже был большой звездой. Каждый год с Траволтой выходило какое-нибудь кино, которое сразу же собирало очереди перед кинотеатрами. Потом трава стала зеленой и Траволта, не справившись, перестал быть большой звездой на какое-то время. Он стал никому не нужен и от него шарахалась даже новая гроза режиссера. Но Джон один из тех актеров, которые разыгрывали карту птицы Феникс. И Траволта вернулся, чтобы получать много миллионов за свое возвращение и снимать целые фильмы просто потому, что он считал, что так будет лучше. Ну а потом трава пожухла и сегодня хотелось бы вспомнить об этом периоде из жизни актера. И о всех остальных, в том числе и о тех, когда он стоил как неплохих размеров необитаемый остров. Прорывным для Траволты стало участие в фильме Брайана де Пальма Кэрри в 1976 году. Небольшой фильм с бюджетом в 2 миллиона долларов только в американском прокате освоил 33 миллиона. Траволту немедленно завалили предложениями и с выбором он угадал. Хотя позднее неоднократно говорил, что чуть не подписал себе смертный приговор этим выбором. Выбором этим стал музыкальный фильм Лихорадка субботнего вечера. В 1977 лента стала одним из главных кассовых хитов года. В американском прокате трехмиллионный фильм собрал 237 миллионов долларов. Его саундтрек был самым продаваемым в Штатах в течение нескольких лет и подвинул его по продажам только Майкл Джексон почти через 8 лет. Джон Траволта в свои 24 получил номинации на премии Оскар и Золотой Глобус. Подобного танцора стали тащить во все стороны голливудские студии. И Джон подписался на еще один музыкальный фильм Бриолин. Бриолин при бюджете в 6 миллионов собрал в мировом прокате 394 миллиона долларов, став самым кассовым фильмом года в американском и мировом прокате. Джон Траволта с гонораров в несколько тысяч долларов за Кэрри взлетел до 1 миллиона всего за пару лет. Однако актеру не очень нравилось, что его заваливают только предложениями фильмов, в которых необходимо петь и танцевать. Так что он стал экспериментировать и подписался на две мелодрамы Миг за Мигом и Городской ковбой. Первая в прокате выступила неудачно, а Городской ковбой вполне неплохо. Часто этот момент объясняет некой схожестью фильма с лихорадкой субботнего вечера. В 1981 году Траволта попытался уйти еще дальше от песен и танцев и подписался на триллер Прокол, в котором снова объединился с постановщиком Кэрри Брайаном де Пальмой. Что забавно, сейчас у фильма очень неплохие зрительские оценки на профильных ресурсах. Но тогда такой фильм оказался никому не нужен. В прокате прокол собрал всего 12 миллионов при бюджете в 18. Для Траволта это был очень серьезный удар. Сценариями мелодрам его заваливали, а вот чего-то другого попросту не стало. И тогда он все-таки согласился вернуться к роли, которая сделала его знаменитым. Тем более был один нюанс, который позволял надеяться, что это согласие сыграет в будущем. За свою долгую карьеру Сильвестр Сталлоне поработал режиссером 8 раз. В 7 из 8 фильмов он также снялся в главной роли. И в одном из фильмов Сильвестра Сталлоне главную роль сыграл как раз Джон Траволта. Этим фильмом стала музыкальная драма «Остаться в живых», являющаяся сиквелом кассового и обласканного критиками фильма «Лихорадка субботнего вечера». В начале своей карьеры Сталлоне снимал часто. Да «Остаться в живых» он поработал режиссером трижды. Дважды на франшизе «Рокки» и один раз на фильме «Адская кухня». В те годы критики более-менее благосклонно относились к славе постановщику. И он решил попробовать свои силы в фильме, который не имеет к нему никакого отношения. Подписавшись на постановку «Остаться в живых», Сталлоне Рьяно взялся за работу. Траволта, по его мнению, был слишком уж нежным и слабым физически. Поэтому за несколько месяцев до съемок «Остаться в живых» Сталлоне взял Траволту за руку и провел его по тренажерным залам. Актер пять месяцев под руководством Сильвестра превращался во что-то физически развитое и необходимое постановщику. Траволта называет это время адом. По слухам, Траволта пошел на подобное насилие над собой из-за обещания Слая взять его в один из следующих фильмов. Джон всеми силами пытался избавиться от амплуа танцующего мальчика. И зная, что Сильвестра в то время прыгал по кассовым драмам и боевикам, поверил в обещание. Сам фильм сняли всего за пару месяцев, не испытав при этом никаких проблем. Но на выходе ленту ожидала катастрофа. Кассовые сборы «Остаться в живых» относительно лихорадки субботнего вечера рухнули в четыре раза. Фильм собрал всего лишь 64 миллиона против 237 у первой части. Что хуже всего, оценки зрителей были просто ужасными. Картину критиковали все, кто мог. Лента получила три номинации на «Золотую малину». Свою порцию славы получил и Траволта, поборовшийся за звание худшего актера года. Позже Сталлоне будет утверждать, что студия не давала ему сделать такой фильм, какой он хотел. Вместо бескомпромиссной и мрачной драмы его заставили снимать какую-то комедию про клоунов, разодетых как попугаи. Карьера Траволта мгновенно рухнула. Фильмы, в которых он не танцевал, проходили плохо. А танцам его после остаться в живых пришел конец. Но была надежда на Сталлоне, который обещал Траволте роль. Сразу же после фильма с Траволтой Сталлоне провалился и с фильмом «Горный хрусталь», за который уже получил «Золотую малину» как худший актер. В это же время будущий режиссер «Титаника» и «Терминатора» Джеймс Кэмерон писал сценарий фильма «Рэмбо 2». По сценарию Кэмерона убивал в джунгли герой Сталлоне не в одиночку, а вместе с сослуживцем, которого, как предполагалось изначально, сыграет Джон Траволта. Траволта, как он позже признавался, об этом знал. Но то ли из-за двух неудач подряд, то ли из-за какого-то другого чувства, Сталлоне решил переписать сценарий Кэмерона и усилить влияние своего героя на фильм. По утверждению граждан, читавших сценарий Кэмерона, он был гораздо лучше прописан и не столь фантастичен. В общем, первым делом Сталлоне убрал из сценария напарника. Часть его функции Слай перекинул на военнопленного, с которым он бегал некоторое время. Естественно, Траволте места в фильме не осталось. По итогу, «Рэмбо 2» собрал гигантскую кассу в 300 миллионов долларов и укрепил звездный статус Сталлоне. Не общались Слай и Траволта больше 20 лет. После этого они стали встречаться на некоторых вечеринках, но той дружбы, которая виделась между ними в начале 80-х, естественно, нет. Ну а пока Траволта ждал приглашения Слая, он эффектно затонул с драмой «Хорошая пара» и накрыл ее сверху еще более эпичным провалом фильма «Идеально». За свою роль в этом фильме он получил еще одну номинацию на «Золотую малину» как худший актер. В 87 году Джон уже заехал на телевидение с фильмом «Основание». Туда же, в общем-то, отправилась следом комедия «Эксперты», которую сняли с проката всего через неделю после выхода из-за пустых залов. Небольшим спасением стала комедия «Уж кто бы говорил». В 89 году она стала огромным хитом, при бюджете в 7 миллионов собрав 296. Но обычно роли в фильмах про детей или говорящих зверюшек считаются смертным приговором для актеров. И в подобные ленты они идут уже тогда, когда их никуда не зовут. Вторая часть «Уж кто бы говорил» собирала всего 47 миллионов. Что для фильма с бюджетом в 10 неплохо, но по отношению к первой части граничит с катастрофой. Рядом с этими фильмами Джон вовсю покорял телевидение с лентами «Золотые цепи» или «Глаза ангела». А если он пытался прорваться в кинотеатры, как с фильмом «Крик», то в него немедленно летела золотая малина. А в прокате фильм быстро проваливался. В 93 году в прокате полностью провалилась третья часть франшизы «Уж кто бы говорил». При бюджете в 20 миллионов насобирала картина всего 11 миллионов долларов. Джон уже неплохо устроился над ней и искал какой-нибудь сериал, в котором он мог бы побегать на втором плане. А потом случилось оно. Но прежде чем оно случилось и Джон улетел в космос, хотелось бы вспомнить об одном моменте в его карьере. Многие могут подумать, что судя по его творческому пути в 80-х у Джона просто не было шанса спастись, так как его никуда не брали. И это просто звезды на небе так встали. Естественно не без этого. Но все-таки Джон мог сам себя спасти. Понятное дело это все в теории, если бы Джон оказался в том месте в то самое время, все могло пойти иначе. Еще в конце 70-х он отказался от роли в фильме «Дни жатвы». Хитом проката лента не стала, но ее забросали премиями «Оскар». И сейчас в США это один из культовых фильмов. На место Траволты в этом фильме подписался Ричард Гир. В 80-м Траволты отказался от главной роли в фильме «Американский жиголо». Здесь ни о каком культе речи не идет, но фильм отлично выступил в прокате. На место Траволты вновь выдвинулся Ричард Гир. В 82-м году карьера Джона уже рушилась, и он как раз подписался на фильм «Остаться в живых», из-за чего отказался от главной роли в фильме «Офицер и джентльмен». Офицер и джентльмен получил кучу номинаций на премию «Оскар» и собрал гигантскую кассу в 190 миллионов при бюджете в 7. На место Траволты снова прибежал Ричард Гир и после этой ленты стал уже большой звездой. Вот так можно, будучи заменителем Траволты, стать большей звездой, чем сам Траволта. Когда Траволта уже катился вниз, ему предлагали роль еще и в фильме «Танец вспышка». Да, она уже скорее второплановая, но фильм стал таким огромным хитом, что о Джоне могли вспомнить. Но в то время он еще не хотел играть роли второго плана, и поэтому от фильма отказался. Здесь же ему предлагали главную мужскую роль в фильме «Всплеск», и он снова отказал. На его место взяли тогда еще никому не нужного Тома Хэнкса. И снова большой кассовый хит. Да, «Танец вспышка» и «Всплеск» это не гарантированные хиты, а проекты, в которые никто не верил. Поэтому от них отказывались все, не только Траволта. Но если бы Джон рискнул, то в фильм «Лучший стрелок» взяли бы его, а не Тома Круза. Но продюсеры не захотели связываться с Траволтой, бегающим вокруг. Посчитав его отработанным материалом и подписали Круза. И «Лучший стрелок» стал самым кассовым фильмом года. По известной байке в «Бешеных псов» вместо Майкла Мэтсена тоже звали Траволту. Но бюджет фильма был целый миллион долларов. Снимал его продавец видеокассет. И Джон, все это увидев, отказался. Так как там надо было реально работать за еду. Точнее самому покупать еду и работать. И все по той же байке в «Криминальное чтиво», уже ставший знаменитым Квентин Тарантино, звал уже Майкла Мэтсена. Но тот то ли сослался на то, что последний автобус ушел и билетов больше нет, то ли не смог ответить согласием из-за контракта на другое кино. В общем, предложение снова ушло Джону Траволте. На этот раз ему предложили 100 тысяч долларов. И он согласился. Понятное дело, кино снимал уже не какой-то продавец видеокассет. Вероятно, этот момент тоже повлиял на согласие. Ну а дальше все уже знают. «Криминальное чтиво» насобирало 213 миллионов при бюджете в 8. И Джон Траволта наравне с Джексоном получил больше всего бонусов от участия в фильме. Брюс Уиллис по идее получил не меньше. Но он уже был большой звездой и просто теперь стал еще и талантливой звездой. Еще работая над «Криминальным чтивом», Траволта подписался на фильм «Участь белого человека». За него на фоне съемок фильма Квентина. Он смог выбить 500 тысяч долларов. И фильм провалился. Но когда выстрелила «Криминальное чтиво», в Джона бросили уже 4 миллиона за роль в фильме «Достать коротышку». Стартовала белая полоса в жизни Траволты. Коротышка при бюджете в 30 миллионов собрал 115 миллионов долларов. А Джон получил премию «Золотой глобус». За коротышкой Джон отправился к Джону Ву, которого после успеха с трудной мишенью, тоже в Голливуде заваливали деньгами. Студия так хотела заполучить Джона Траволту в свой фильм, что предложила ему выбрать роль, которую он хочет сыграть. И Траволта лично выбрал роль главного антагониста. Получил он за нее уже 8 миллионов долларов. Сломанная стрела стал проблемным фильмом не из-за Траволта. Просто так получилось. Джон Ву ненавидит это кино и после премьеры уже купил билеты на поезд в Китай. Он утверждает, что студия зарезала все его идеи. И «Сломанная стрела» получилась совсем не тем фильмом, который он хотел снять. Плюс палки в колеса ставил Пентагон, вложившийся в кино и следившись за съемками. К примеру, Траволте запретили ходить в форме после того, как становилось ясно, что он предатель. Из-за чего из фильма пропал экшен-эпизод на военной базе. Фильм еще и пострадал от ножниц на этапе пост-продакшена. Из него вырезали несколько особо жестких экшен-эпизодов, которые отказывалась пропустить американская рейтинговая комиссия. По слухам, фильм на этапе монтажа пострадал еще сильнее, чем предыдущая работа режиссера «Трудная мишень». Но обошедшийся в 65 миллионов фильм все равно собрал в прокате 150 миллионов долларов. Каким-то грандиозным успехом это не назвать. Но и в провалы записать сломанную стрелу сложно. В этом же году у Джона в прокат попали еще две ленты «Майкл» и «Феномен». За Майкла актер получил уже 12 миллионов. Майкл при бюджете в 30 миллионов собрал 119 миллионов в прокате. А «Феномен» при бюджете в 32 насобирал 152 миллиона. Получилось, что за два года Траволта снялся в четырех фильмах. И лишь «Сломанная стрела» не стала хитом, но и не стала провалом. Понятное дело, после такого Джона Траволту назначили суперзвездой. Из-за «Безлица» он получил уже 20 миллионов долларов. Николас же всего 6. Просто до «Безлица» у него выстрелить успела только «Скала». И приставку «Супер» он еще получить не смог. У «Безлица» долгий период препродакшена. И в какой-то момент главные роли были закреплены за Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне. Очевидно, это был бы немного другой фильм. Но Арнольд в середине 90-х имел не просто приставку «Супер». Он был номером один. Сталлоне уже начинал сдавать, но все еще был суперзвездой. И если бы такой фильм случился и главное получился, страшно представить, сколько он мог бы тогда собрать. Как минимум у нас бы был самый кассовый экшен-фильм на долгие годы. Но официально актеры не смогли согласовать графики. Неофициально не могли поделить время. Слай не хотел играть злодея и все в таком духе. То есть ситуация схожа с разрушителем про Айкидо и Бельгию. Только те еще и терпеть друг друга не могли. Режиссером «Безлица» стал опоздавший на поезд Джон Ву. Ву называет «Безлица» своим любимым фильмом, снятым в США. По его словам, это был его единственный фильм, в производственный процесс которого не вмешивались продюсеры и студия. Все идеи режиссера сразу же одобрялись. И единственный момент в фильме, который пострадал из-за чего-то вмешательства, это начальный эпизод с гибелью сына героя Траволты. Рейтинговая комиссия отказывалась дать фильму необходимый возрастной рейтинг и настаивала на сокращении эпизода. «Безлица» обошелся уже 80 миллионов долларов и собрал в прокате 245. Звезда Траволты светила все ярче и гонорары по 20 миллионов ему уже стали предлагать за каждый фильм. Но после «Безлица» актер решил поломаться. И ломался он как-то очень странно. Вслед за «Безлица» у актера подряд провалились 4 фильма, за каждый из которых он получал от 17 до 20 миллионов долларов. И удивление вызывают бюджеты этих фильмов. К примеру, гражданский иск обошелся в 75 миллионов, а в прокате собрал 56. И это вполне нормальные сборы для подобного фильма. Но даже если убрать из него гонорар Траволты, не совсем понятно, куда там дели еще 55 миллионов долларов. Если откинуть гонорары Уилла Смита и Джеффа Голдблюма, то за эти деньги рядом сняли День независимости. «Матрица» была дороже всего на 5 миллионов. «Скала» без гонораров Шона и Николса стоила дешевле. Это типичная судебная драма, и какой-нибудь адвокат дьявола, стоивший 55 с гонорарами, выглядит существенно дороже. Тот же «Безумный город» с гонораром Траволты в 20 миллионов стоил 50 и выглядел не дешевле. Правда и собрал в прокате всего 10. У фильма 99 года «Генеральская дочь» бюджет уже 100 миллионов. Траволта снова получил свои 20, а в прокате фильм собрал 149 миллионов долларов. Рядом еще и провалилась 65-миллионная политическая драма «Основные цвета», за которую Траволта попросил 17 миллионов, насобирала она 52. То есть если «Безумный город», судя по кассовым сборам, спасти ничего бы не могло, то остальные фильмы при адекватном для них бюджете вполне бы могли отбиться. Это не значит, что в фильмах воровали деньги лопатами. У той же «Генеральской дочери» очень долгий период препродакшена. В нее приходил Брюс Уиллис и под него писали сценарий. Потом он уходил и приходил Майкл Дуглас. Сценарий, написанный под Уиллиса, он находил посредственным и просил переписать его уже под себя. Когда его переписывали, Дуглас тоже уходил. Здесь скорее вопрос в том, зачем было и дальше раздувать бюджет и брать на главную роль Траволту, которому еще и платить 20 миллионов, чтобы бюджет выглядел совсем уж неадекватно. Переломным моментом для Траволты стал 2000. В этом году он снялся сразу в двух фильмах – «Поле битвы. Земля» и «Счастливые номера». Затонувшую в прокате поле битвы, которую завалили золотыми малинами, я уже как-то разбирал. А вот за счастливые номера Траволта получил рекордный гонорар в своей карьере – 22 миллиона долларов. Это типичное мертвое кино, которое уже никто снимать не хотел, продвигать не хотел, но контракты были подписаны. И в случае их срывов студия просто получила бы убыток в 30-40 миллионов на ровном месте. Поэтому кино и сняли. Некоторые счастливчики, правда, успели сбежать. Фильмом занималась и студия Dreamworks. Но теряла на ровном месте она меньше всех. Так что, когда шла чехарда со сценарием и актерами, которые не хотели там сниматься, она собрала чемодан и удалилась. Отказавшись от прав на прокат фильма в пользу бедных. Но и фильм при бюджете в 63 миллиона взял в прокате целых 10. У корыта осталась студия Paramount и французский канал Plus, заработавший на двоих миллионов 5. Все вроде бы катится в бездну, особенно карьера Траволты. Но Голливуд этого не заметил. За пароль Рыба-меч Джон получил снова 20 миллионов. Фильм обошелся в 102 миллиона и собрал 147. Но его провал обычно списывают на 11 сентября. Пароль успел выйти в Штатах и уже неплохо собрать. А вот по миру многие премьеры у фильма стояли как раз на сентябрь. Их пришлось отменять и переносить. Студия уверяет, что этот момент сократил сборы фильма где-то на 50 миллионов долларов. Но теперь-то Голливуд уже должен заметить, что звезда Траволты немного потускнела. Но Голливуд не заметил. За базу Клейтон Джон получил 15 миллионов. Фильм обошелся в 50, а собрал 43. Рядом на дно ушла и скрыта угроза, где Траволты вновь заплатили 20 миллионов. Фильм обошелся в 75, а собрал лишь 54. И это снова фильм, который выглядит миллионов на 15. И для него сборы в 54 были бы отличным достижением. Наступил 2004 год. И здесь актер впервые пошел на сокращение своего гонорара. Только для одного из фильмов. Этой лентой стал Каратель. И хотя он в общем-то тоже провалился, все-таки это был провал не того масштаба, который в последние годы случались у Траволты. 33 миллиона бюджет и 54 кассовые сборы. А вот команде 49 с гонораром Траволты не повезло. За нее он попросил снова 20 миллионов. И ему их заплатили. Это раздуло бюджет фильма до 60 миллионов. И сборы в 101 их отбить не смогли. Последний свой гонорар в 20 миллионов Траволта получил за фильм «Будь круче». Это запоздалый сиквел фильма «Достать коротышку». Здесь хотя бы понятно, почему ему заплатили 20 миллионов долларов. Хотя это и почти половина бюджета фильма. Припозднившийся фильм повторить успех оригинала не смог. И при бюджете в 53 миллиона собрал 95 миллионов долларов. Если посчитать все фильмы, в которых Траволта снялся после «Без лица», их будет 15. И все они без исключения провалились. Кто-то сильно, кто-то не очень. И за все эти фильмы Джону платили по 15-20 миллионов долларов. Честно говоря, я не могу вспомнить больше ни одного актера, который бы выживал при стольких провалах. И единственное, что здесь приходит в голову, если не одевать шапочку из фольги, носители. Но если о Дензеле Вашингтоне можно найти информацию по этому поводу, то у Траволта ничего нет. Так что можно либо одевать шапочку из фольги, либо верить в видеокассеты и DVD, где Траволта всех разрывал. Даже суперзвезды уровня Сталлоне не выдерживали серии провалов длиной всего в 6 фильмов. Траволта выдержал 15 и не сломался. 2007 год стал для Траволты последним всплеском. Вышло два фильма с ним в одной из главных ролей. Реальные кабаны и лак для волос. За реальных кабанов Траволта получил 10 миллионов, а за лак для волос 14. И его впервые за долгое время не завалили золотыми малинами и фильмы в прокате не провалились. Реальные кабаны и вовсе стали большим кассовым хитом. Обойдясь в 60 миллионов, они собрали 254. Лак собрал 200 при бюджете в 75. Но Траволта получил номинацию на золотой глобус. Гонорары его, правда, продолжили падение. За исключением опасных пассажиров поезда 123. И этот фильм провалился. Так себе каникулы обошли всего в 30 миллионов и насобирали в прокате 96. Но рядом с ними без шансов провалился из Парижа с любовью. Здесь у Траволты умер сын и он ушел из кино на целых 3 года. Попытавшись вернуться в 2012 году сразу с двумя фильмами особо опасный сезон убийц, Джон снова везде провалился. После чего искать роли ему явно стало сложнее. И в посложном списке появились боевики непонятной категории. Единственным относительным успехом в дальнейшей карьере Траволты можно назвать съемки в сериале «Американская история преступлений». В остальном Джон снимается в фильмах с оценками 4 балла из 10. И иногда пытается вернуться на большой экран с чем-то вроде Кодекса Готти. И когда такое происходит, кино проваливается, даже со своим небольшим бюджетом. А в Траволту летят золотые малины. Так как сейчас этот момент кто-то обязательно вспомнит, хотелось бы его коснуться. Еще с 90-х ходят слухи о том, что Джон Траволта придерживается светло-синей стороны силы. Он все отрицает и подает в суд на все издания, которые печатают чье-нибудь разоблачительное интервью. Так что пока все это только слухи. И еще одна сноска. Саентологом Джон стал в конце 70-х. Иногда можно услышать, что его карьера в 80-х пошла вниз. И как раз там он себя нашел. После чего все изменилось. Но официально это тоже не так. Сейчас Траволте уже 68 лет. И о каком-нибудь возвращении, наверное, уже можно забыть. Он продолжает сниматься в фильмах той самой студии, что выпускает блокбастеры категории Брюса Уиллиса. Скоро даже выйдет их общий фильм. И режиссером у него Чак Рассел. Когда-то поставивший маску и стирателя. А сейчас он снимает вот такое кино. И в нем снимается Джон Траволта. Спасибо за внимание. Оставайтесь на связи.